Добрый вечер, в эфире «Вести» Карачаева-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов принял участие в заседании Президиума Госсовета России под председательством Владимира Путина. Заседание было посвящено развитию системы образования. Отмечу, 2023 год президент России Владимир Путин объявил годом педагога. Важнейшая и ключевая задача, по словам Владимира Путина, это повышение качества образования. На уровне республики делается многое для решения этой задачи. Новые объекты для дошкольников и школьников, развитие сети, доп. образования, поддержка талантливых детей. Этому способствуют и нацпроекты, и партийные проекты «Единая Россия». Все новые инициативы, прозвучавшие на заседании Президиума Госсовета, лягут в основу дальнейшего плана по развитию образования в стране. И по информации оперштаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 23 791 человек. Из них 21 405 выздоровели, 679 человек госпитализированы. 16 августа 2021 года председатель правительства России Михаил Хмишустин подписал постановление с преобразованием Тибердинского государственного заповедника в Тибердинский национальный парк. Национальный парк также, как и заповедник, является особо охраняемой природной территорией федерального значения. Из Сибирды репортаж Алли Динаевой. Распоряжением Совета Министров еще в 1971 году из территории заповедника была отведена земля под строительство поселка Дамбай площадью 112 гектаров. Тем же постановлением 102 гектара склона горы Мусаачитара предоставили для развития горнолыжной инфраструктуры, строительства канатных дорог, лыжных трасс и бугельных подъемников. В 1995 году выходит 33-й федеральный закон об особо охраняемой природной территории, где четко, ясно написано, что на территории заповедника разрешается только экологический туризм, экопросвещение, но не рекреационная деятельность. То есть мы оказались перед дилеммой, что нам делать, то ли убирать лыжную инфраструктуру с горы Мусаачитара, или же второй вариант – перевод в национальный парк, где это разрешается. И правительство страны выбрало второй вариант. При переходе заповедника в национальный парк планируется поделить его на четыре зоны. Первая – это заповедная, где вмешательство людей вообще запрещено, это территория животного мира. Вторая – особо охраняемая зона, где ведется работа в направлении экопросвещения. Создаются экологические тропы, но они у нас уже есть, и мы новые маршруты создавать не будем, говорит директор Тибердинского заповедника. А третья – хозяйственная зона, туда относится центральная усадьба, где проживают наши сотрудники и ведут хозяйственную деятельность на своих огородах. И четвертая – это рекреационная, рассказывает Олег Динаев. Хотелось бы, конечно, уточнить изменения, которые будут происходить, они будут происходить только на горе Мусаачитара, да? Да, в рекреационную зону мы планируем полностью гору Мусаачитара. Это, чтобы для наших телезрителей было ясно, общая площадь заповедника – 112,606 гектаров. Тысячи – 112 тысяч. Склон Мусаачитара – максимум 500 гектаров. Если в процентном отношении – это менее 0,5%. Там мы будем создавать рекреационную зону. Я хочу обратиться к населению, которое поддержало нас и неравнодушны к природе, что нас радует и предлагаю людям поучаствовать в развитии рекреационной зоны в Домбае. Если есть какие-то предложения, мы готовы их рассмотреть, говорит директор Тибердинского заповедника Олег Динаев. Нам в этом году исполнилось 85 лет, юбилейный год, и мы переходим в национальный парк документально. Все это время мы работали в режиме национального парка. Поэтому, если так в двух словах сказать, мы сейчас приводим в соответствии с федеральным законом наши действия, нашу работу. Уточнение границ мы провели. Ни сантиметра земли отчуждения не будет, лес вырубаться не будет. Поэтому я хочу заверить наших жителей, чтобы были спокойны. В этом плане мы постараемся все сохранить, то, что нам досталось от наших предков. Алла Динаева, Али Бастанов, Вести, Крачево-Черкесия, Тиберда. Заместитель председателя Федерации спортивного туризма Крачево-Черкесии Вячеслав Греков представляет движение инструкторов, которые водят людей по официальным горным маршрутам, а их в республике немало, более 80 лет. Вячеслав Васильевич высказал свое мнение о преобразовании Тибердинского заповедника в Тибердинский национальный парк. Видится нам однозначно все это положительно, и видится, и воспринимается. Почему? Потому что я представляю, будем так говорить, движение инструкторов, это тех людей, которые водят людей по горам, по маршрутам, по официальным. У нас их немало, более 80. Режимный объект, он как был, так и остается. То есть это федеральные земли, без права, как многие думают, приватизации или отчуждения. Но здесь плюс в чем мы видим? В том, что наконец-то появилась возможность упорядочить рынок предоставления услуг, вот в частности по горным маршрутам. На наш взгляд, мы специально изучали законы, положения. Он помогает навести как раз таки порядок. Там даже можно сказать, что будет ужесточение. То есть это все равно режим. Те земли, которые, допустим, и нам выглядят сладкими для того, чтобы туда водить людей, зарабатывать и быть налогоплательщиками, они все равно останутся недоступными. Чтобы сохранить природную красоту, требуется усилие не только со стороны государства, но личное участие каждого человека. И тем удручающе выглядят горы мусора на фоне завораживающих красот Тиберды. Такой диссонанс реален и, как рассказывают жители, уже продолжителен. Курортный город не справляется с мусорным коллапсом. Выход из положения вместе с горожанами искала Фатима Даурова. СОС. Тиберда задыхается под мусором. Буквально несколько дней назад региональные блогеры на своих страничках в соцсетях начали распространять информацию о том, что курортный городок буквально переполнен бытовыми отходами. Сегодня мы здесь, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и понять, кто виноват и что делать. Крик души местных жителей на этот раз зазвучал очень радикально. Теперь люди вот так стоят, разговаривают. А давайте соберемся, выйдем на трассу и перекроем дорогу. Может быть, тогда кто-то должен что-то сделать. Мусорный коллапс, окутанный шлейфом отходов, дающих свой неповторимый аромат под жарким солнцем. Привычная картина этого лета в Тиберде. Переполненные контейнеры, бумаги и пакеты, плывущие в воздухе в ветреную погоду, не имеют ничего общего со знаменитым кадром из голливудского фильма «Американская красота». Мусорная эстетика Тиберды особенная. Добираться до мусорки через гору мусора. Своеобразная теренкуровская дорожка с полосой препятствия, через которую проходит каждый раз местный житель, который желает выбросить мусор. После увиденного мы, конечно же, обратились с пояснениями к региональному оператору компании «Глобус», который на данный момент ведет обслуживание этой территории по вывозу мусора. У них нашлись свои аргументы, которые в некоторой степени пояснили сложившуюся ситуацию. Один из них – это наличие на мусорных площадках строительного мусора, которые сами жители выбрасывают не только в контейнеры, но и на подходах к ним. Организация занимается вывозом только твердых коммунальных отходов. Техника рассчитана только на работу с твердыми коммунальными отходами. Но когда там идет перегруз строительного мусора, мы знаем, что он очень тяжелый, техника выходит из строя. Поэтому последние два месяца у нас техника, которая предназначена для вывоза контейнеров, стоит на капремонте, поломались бациллы. Наши сотрудники вынуждены переворачивать баки и вручную загружать эту технику в машины задней загрузки. Еще один аргумент – человеческий фактор. По статистическим данным, в Тиберде сейчас проживает более 7 тысяч населения. А начисление организации производит наполовину меньше, чем нужно по факту. Но и здесь не все своевременно производят оплату за мусор. Есть такие, которые приезжают и на все лето, на месяц, на два снимают частные дома. Никто дополнительно не заключает договор и не увеличивает на это время количество проживающих. Поэтому количество мусора очень увеличилось. В связи с пандемией все туристы, которые ранее отдыхали за границей, поехали в нашу республику. Такая ситуация сложилась не только по вине рекоператора. То есть, многие организации, которые работают, коммерческие предприятия, не заключают договоры на обращение с твердыми коммунальными отходами. У местных жителей, которые исправно платят за мусор, но все-таки страдают из-за его переизбытка, есть свой вариант выхода из положения. Ну хорошо, строительный. Можно машину одну нанять, вывезти его, поставить камеру и наблюдать. Вот парень привез на машине, строительный мусор вывалил, записали номер, выяснили хозяина и наказали его, чтобы другим не повадно было. По словам гендиректора управляющей компании «Глобус», объем мусора увеличивается еще за счет отходов, которые привозят в Тиберду из Донбая. Над рациональным решением по этому вопросу работает в данный момент и в муниципальном автономном учреждении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Тиберды и поселка Донбай, которое было образовано недавно с целью решения сложных вопросов, возникающих в сфере ЖКХ. Именно по этой ситуации, сложившейся, мы пришли к договоренности, что не позднее, чем завтрашнего дня, в течение одного-двух дней, они обязуются вывезти весь мусор, который собрался на мусорных площадках, по всему микрорайону. Наша задача нашего учреждения в том, чтобы мы наладили взаимодействие между жителями и управляющими компаниями, которые оказывают услуги в сфере ЖКХ. Поэтому мы будем работать и с региональными операторами, и с населением, чтобы вот такая ситуация, которая на сегодняшний день сложилась, чтобы она уже больше не повторилась. На данный момент, когда мы снимали репортаж, было очевидно, что микрорайон города Тиберды фактически превратился в большую свалку. Быть слепым к такой ситуации в некотором роде преступления против природной красоты курортного города, как и безответственное отношение жителей к чистоте родной Тиберды. Фатима Дурова, Лебастана, Вести, Карачаево-Черкесия, Тиберда. И как нам стало известно, работы по вывозу мусора уже начались. Это все вести прямо сейчас прогноз погоды, а затем смотрите продолжение сериала фильма «Водоворот». Редактор субтитров А.Семкин